Добрый день, друзья! Сегодня в день открытия фестиваля мы начинаем новую, в этом году, наверное, уже девятую серию встреч проекта книги, которые сформировали мой мир. Название тяжеловесное, но тем не менее оно соответствует содержанию, как мне кажется. И наш первый герой в этом сезоне, писатель Иван Шепнягов. Очень приятно вас здесь видеть, а то мы общались только виртуально. Взаимно, да. Очень хорошо развиртуализироваться именно на Красной площади. Тема нашего проекта, хоть и звучит, опять же, тяжеловесно, но мне кажется, что как раз она такая очень правильная, потому что… Вот, кстати, а книги правда формируют наш мир или это у нас такая иллюзия у людей, которые как-то с этим связаны, что книги как-то серьезно на нас влияют в жизни? Это вы у меня спрашиваете, да? Конечно, нет, не у себя точно. Ну, конечно, конечно, формируют, потому что книга хорошая, книга яркая, она дает яркое впечатление, которое в детском возрасте особенно ложится… Ну, в общем, остается впечатлением, то есть впечатывается в тебя и потом, конечно, определяет, да. В быту, вот в обычной жизни таких ярких впечатлений, ну, наверное, сложно получить. У вас первая книга «Война и мир», ну, мы немножко готовимся. Ну, не самая первая, да. Нет, 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 ну вот есть просто вопрос, который я задаю всем, но сознательно прошу не готовиться заранее. Это, наверное, ну, поточнее, сейчас мы уточним вот в процессе общения, либо сказочный герой, так, все улетает, либо сказочный герой, который был очень сильным впечатлением для вас, или вот который прямо был главным, либо сказка какая-то, которая очень сильно повлияла, или всю жизнь вот как-то была напоминанием. Вот что такое было в детстве, как самое яркое впечатление именно в детстве? Совсем в детстве это были мумитроли. Когда я еще сам не умел читать, я всех взрослых замучивал, чтобы они мне читали вслух. Именно мумитроли? Именно мумитроли все, то есть у нас дома были все книжки про мумитроли, вот так в ряд стояли, я заставлял всех, дергал за платье, чтобы мне вот по очереди их читали. То есть до конца и подряд опять снова? И опять снова, да. Ну я всегда так читаю, я сейчас Чехова, например, так читаю, там поздние тома полного собрания, вот так. И я всех взрослых замучивал, они замучились, сказали читай сам, вот это буквы, они складываются так, и вот у меня эти буквы сложились, я начал читать мумитроли сам, но после этого они мне сразу же надоели, я их читать перестал. А что так нравилось, вот этот ми-рок их, что так завораживало? Ну вот сейчас, сейчас уже, не знаю, было такое выражение, вот про скандинавский уют, как оно называется, хюгге, вот я не знаю, сейчас так говорят уже, нет, но это было, вот это было такое абсолютное хюгге, то есть ты сидишь зимой в Сибири, там топится печка. Свой родом из Иркутска. Да, из Иркутской области, в деревне сидишь, там снега навалило вот так вот посередину окна, мороз, звезды, печка, все такое уютненькое, и ты читаешь про то же самое, ну ты же еще не знаешь, что это совсем другая страна, все другое, а тебе кажется, что это вот у тебя здесь вот во дворе завелись такие вот существа, они там живут. Ну это атмосферой, я так понимаю, это атмосферой, а вот как герой? Герой, прямо который как личность? Да. Ну девочки обычно говорят, ну обычно, говорят принцессы, девочки любого возраста. Какая-нибудь принцесса, ну мало ли, да какие герои много, а вот мужчины говорят, тут интересно, тут бывают очень интересные ответы. Вот, например, один очень интересный политик сказал, что Иван Царевич. Он долго думал и мучился, потом говорит, Иван Царевич, мы тут все поняли. Мне кажется, это его копирайтер на него обиделся, или он как-то схалтурил. Не-не-не-не, это человек был без копирайтера. Так, ну не Иван Царевич, это я уже понимаю. Ну если, у меня работает все, да? Если мальчики называют, ой, девочки называют принцесс, А, в смысле, как модель, типа, да? Ну это мы умные говорим модель, а в детстве же мы не говорим себе модель, мы себе говорим, вот это вот, вот хочу так, хочу таким, хочу такой. А, я вспомнил, но это опять же не герой, это опять же атмосфера. Короче, могу прямо сказать, герои мне, значит, не были интересными, всегда была интересная атмосфера. Но потом я после Мумитроли читал Конан Дойля, но не про Шерлока Холмса, а вот эту всю фантастику, затерянный мир и так далее. Профессор Челленджер? Да, да, да. И я не помню, как сейчас называется это, там рассказ был, где человек научился из свинца путем алхимии делать золото. И он держал это открытие втайне, он хотел аккуратно им спорядиться и сделать мир лучше, да? То есть если вот есть источник денег. Но даже на примере тех людей, которые его окружали, он быстро понял, что это все фигня, это не работает, бесплатного ничего не бывает. И, в общем, он там все плохо закончилось из-за того, что он мог просто так из воздуха брать золото. Я до того момента, когда он мог брать золото, сколько захотел, я хотел им быть. А когда все вокруг него стали друг с другом кончать и сходить с ума от халявы, я уже расхотел. Ну вот я не знаю, героев у меня нет, герой нет, мне вот атмосфера. Как тогда атмосфера в Мумитролях, так и сейчас атмосфера у меня все определяет. Нет, но это тоже хороший вариант. Это тоже, мне кажется, формирование характера очень интересно сказывает. То есть вы ищете атмосферу. Наверное, и в ваших книгах вот эта вот атмосфера, скорее, а не герои важны. Ну уж, когда про мою книжку говорим, хочется, что герои тоже важны. Все важно и атмосфера, и герои. Ну, конечно, атмосфера, да. То есть если кто-то будет ради атмосферы читать, вам будет обидно? Нет, почему нет, для атмосферы, конечно, хорошо. Ну, то есть как, мне не очень интересна книжка, которая такая, ну, как сказать, одноразовая. То есть ты начал… А ну то, что называют жанр. Ну, даже нет, это не жанр. И не жанровых, и среди так называемой большой литературы. Вот боллитра есть такой термин сейчас, да? Боллитра. Боллитра, ну, да, сложные новые слова. Мне не интересно, когда ты начал читать книжку, вот там началась история, и пока ты не узнаешь, чем закончилась, ты, значит, ее должен не бросать и читать. И когда ты прочитал, ну, ок, вот такая история, хорошо, и что? То есть это книжка, которая, ну, это называется, вот она цепляет, она держит, да? Ну, какой-то разгадка. Мне не интересно, мне хочется, чтобы вот с любого места открываешь и вот попадаешь именно в эту атмосферу. То есть вам хочется погружения? Погружения, чтобы это было с любого места, чтобы неважно, кто куда пошел, кто кого любил, чтобы просто было уютно находиться. Ну, это тоже важно. Ну, важно. Мне почему-то вот всегда так скучно было, чем закончилось, потому что я и так знаю, чем закончится все. Либо умрут, либо сейчас, либо умрут, либо чуть попозже. Ну, вот ради атмосферы, мне кажется, читаем. А война и мир тогда? Вот у нас первая война и мир. Потом уже, да, пошли тяжелые всякие вещи. После муми-тролей сразу войну и мир. Нет, у меня еще был Волков, вот этот про изумрудный город. Волков был изумрудного города? Потом Конан Дойль, потом Жульверн тоже, вот все, где они на лодке плавают где-то, непонятно. А, ну, Робинзон, ну, естественно, я вот тоже мастерил всякие домики строил там, как Робинзон Круза. А потом сразу как-то война и мир, да, попалась мне на глаза. У меня лежал рядом вот этот, тогда была популярная газета, еще кто-то помнит, нет, спид-инфо такая. Вот. У меня лежала дома постоянно спид-инфо и война и мир. И мне хотелось что-то про любовь, про женщину, вот такое что-то почитать. Я открыл спид-инфо. То есть это дошкольные программы еще? Ну да, да, конечно, мне сколько было, 11 или 12 лет. Что-то вот захотелось в таком возрасте читать про любовь, я открыл спид-инфо, ну, что-то как-то вот я не верю все. Ну, то есть истории яркие, но я им не верю, я к ним, вот как говорят в театре, не подключаюсь. То есть я сразу почувствовал, что это все плохая выдумка, да. А открыл войну и мир, тоже выдумка, все, но вот веришься, и вот атмосфера, там как раз была уютная атмосфера. То есть война и мир оказался интереснее спид-инфо, это круто. Да, да, конечно. Перечитывали? Ну, я раньше перечитывал постоянно, вот раз в год я перечитываю и мир, потом в следующий год я перечитываю Анну Каренину, а потом, ну, как-то перестал перечитывать, сейчас, наверное, опять надо. До 30 примерно я постоянно читал, а потом что-то устал. Ну, вот как мир и формирующий, мне кажется, война и мир очень хорошая вещь, потому что она такая здоровая, вот в ней как-то все очень здорово. Ну, это драма здорового человека, безусловно, да. Многих здоровых людей, их там героев-то. Да, да, да. Притом удивительно, что, вот, кстати, сейчас только задумался, Толстой же был страшным невротиком, да, все его вот эти вот богоискания, богоспасания, народоспасания и так далее, это все из школьного курса, мы знаем, как что-то такое возвышенное, да. Мне кажется, это был обычный такой, ну, наложившийся на огромную, да, или вот эту вот личностную развитость, переразвитость, обычный невротизм, который ему мешал, ну, какие-то настоящие вещи делать, да, он в конце же жизни… А настоящие вещи это не писать? Ну, он же отказался от искусства, он же стал писать агитки, статейки, что такое искусство, в чем моя вера, ну, извините, мне очень интересно, в чем твоя вера, а вот интересно какой-нибудь, ну, еще роман, как Анна Карень. Анну Карень, он убил, и все, мы закрываем этот проект, мы пишем унылые статьи, в чем моя вера, что такое искусство. Мне кажется, это обычный невротизм, который ему мешал жить, но книжки у него удивительно здоровые люди, у него очень такие, да, ну, вот именно, мне понравилось, как вы сказали, здоровые. Ну, у нас же как, у нас же считается выбор Достоевский либо Толстой, да, вот считается, что Достоевский это не очень здорово, а Толстой это как раз здоровее. У меня Чехов, между Тостоевским и Толстым я выбираю Чехова, вот он самый здоровый вообще из всех нас. Анна Каренина, там же, там атмосфера, или там герои, или там что, потому что Анна Каренина у нас тоже фигурирует. Ну как, Анна Каренина, я не знаю, ну, можно долго, скучно про нее говорить, но... А скажите, недолго и не скучно? Это замечено людьми гораздо умнее меня, замечено много раз ты, сколько бы раз ты ее не читал, ты все время, как будто бы предыдущий раз ты читал с одним глазом или с завязанными глазами, ты каждый раз видишь что-то новое, ты помнишь все эти слова, но когда два слова соединяются вместе, у тебя каждый раз рождается новый образ, новая картинка. Это книжка, которая не может надоесть, не может устареть. Вот для меня так. Чехов, 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 как я понимаю, да? Не буду спрашивать, почему, отчасти уже понятно, почему, но вот тоже... А почему, кстати, мне непонятно. Это ваш ответ. Хорошо, сам спросил, сам ответил. Нет, вот интересно, понимаете, почему не спрашиваю? Тут интересно вот что. Тут интересная такая история, очень необычная для литературы, для нашей литературы в частности. Писатель очень редко входит в историю литературы как великий писатель рассказами. Все-таки. Вот почему-то у нас считается, что надо роман написать. Ну да, Владов же, он даже говорил, что похожим быть хочется только на Чехова. Ну, значит, так тоже можно. Можно все и так тоже. Хотя мировая слава, я думаю, из-за пьес, скорее, чем из-за рассказов. Я думаю, что так рассказы они не считывают. Это жалко, да. Ну, в смысле, хорошо, что у нас есть мировой драматург, но да. А вот что в Чехове было, ведь он же первый был такой, я даже не знаю, какое слово тут употребить, тоже задумывалась вчера, когда готовилась в очередной раз. А чем, опять же, вашей любимой атмосферой, да, а чем еще? Ну, наверное, какой-то здравомысленностью, да, он одиннадцатый, наверное, он, можно сказать, что он завершает же самый-самый такой золотой век, девятнадцатый, да. А мне кажется, начинает. Нет, девятнадцатый. Двадцатый начинает. Он девятнадцатый завершает, а двадцатый начинает. Не завершает он девятнадцатый? Ну, то есть он был какой-то вот, ну, то есть у Достоевских там весь в каких-то тоже своих неврозах, да. Толстой там про Наполеона, почему миллионы людей пошли убивать. А Чехов, то есть вот что-то, то, что вот, ну, лежит перед глазами на столе, да, то, что происходит в соседнем доме, да, вот про эти вещи какие-то. Про мелкости такие. Нет, они мелкости. Они мелкие, они кажутся мелкостями. Это содержание жизни, это основное содержание. Наполеон и миллионы людей не являются содержанием нашей жизни. А, значит, какой-то… Сосед за стеной является. Сосед является абсолютным содержанием нашей Чехов про вот этого соседа, и даже у него есть сейчас, вспоминается, даже рассказ такой о соседе, там чудесный рассказ, где инженер купил поместье и его обустроил, и хотел обустроить окружающее его, эти крестьянские, ну, село, да, где крестьянские, ну, жили мужики. Крестьянские дворы, да, да. А они все время видели подвох в том, что он делает, и он однажды их встретил на дороге, они ему там опять все вытоптали, все обокрали, сломали. Он не выдерживает, говорит, понимаете, ну, я же хочу вам сделать добро, да, вот сколько я для вас сделаю, ну, просто не гадьте мне в ответ, да, ну, я делаю добро, платите мне той же монетой. Мужики такие, так, пришли домой, значит, с женом своим, значит, встретили инженера, говорят, плати монету. И вот эта жизнь, да, она и смешная, и грустная, и вот, ну, и Чехов весь про это, и он ярче всех про это, и поэтому и люблю его. Ну, у вас очень, ну, в общем, трагически по меру ощущения рассказы. Это, конечно, далеко не… Чеханты редко кто-то вспоминает, конечно, это не… Ну, Чеханты это не то, да. Но они все очень горькие. Там вот эта горечь, я даже не знаю, горечь ли врача, который хорошо знает человеческую натуру. Вот здесь как-то все это так вместе, потому что он не бросал практику, он продолжал это все делать. То есть он знал людей, как это сказать, еще и изнутри тоже. Вот, может быть, вот это тоже каким-то образом повлияло. Вот это ощущение бренности, сиюминутности. Потому что рассказы все, ну, самые печальные. Что в овраге, вообще беспросветный. В овраге, мужики. Страшные вещи. Да, я не знаю, но они страшные, но все равно после него нет какой-то депрессивного чувства, как после Достоевского, абсолютно нет. Они грустные, но это грусть такого трезвого, но все равно здорового человека. Трезвого мыслящего человека, да. Да, да. Так, дальше у нас тоже очень интересно. Вот Татьяна Толстая в этой компании уместна? Ну, хотя, я понимаю, Толстой, Толстая, тут тоже все красиво. Ну, это вспоминается в школе злословия, которая давно закончилась, к сожалению. Ну, сейчас есть белый шум Татьяны Толстой. Ну, там был Владимир Толстой, правнук писателя. И они так пошутили между собой, наверное, ну, это можно режиссировать, можно не срежиссировать, но такая показательная. Смирнова у них спрашивает, а вы родственники? Они так друг на друга смотрят, смотрят. Не понравились. Дальние, очень-очень дальние, да. Нет, Толстая отдельно стоит. И на Толстой я вырос. И так, а ну, тут надо что-то конкретно уточнить. Я не знаю, что бы слышала. Что? Что вырос. На Толстой я вырос. Ну, вырос, нет, вырос сознательно. Я помню, в 10-м классе я поступил в лицей, да, уехал в Иркутск. И субботними ночами, когда все спали, уже читал, читал бесконечно «Кысь», да, и кайфовал. А какое любимое место? А есть? Я могу про свое рассказать, пока вы думаете. Скажите про свое, я свое вспомню как раз, да. Я очень-очень люблю, я помню, что вот точно слышишь, знаете, бывают какие-то вещи, запоминаешь очень хорошо. Еду в метро, читаю, сижу, а рабочее время люди вокруг стоят. И тут я читаю как раз место. Руку поднял, прислушивается. А вокруг все, естественно, стоят с поднятыми руками. Тут я понимаю, что я сейчас начинаю смеяться просто в голос, потому что, ну, вот ситуация абсолютно «Кысь». Ну да, а мне там все нравится. Это как раз то, о чем мы говорили в начале, что открываешь любого места, ты можешь не помнить, что до и что после, но тебе сразу интересно. Там сразу какие-то интересные слова, да, там сразу атмосфера. Вот я как раз вчера сидел в ночи, что-то мне прислали верстку, да, моей книжки, и я ее переглядывал, на всякий случай, на предмет опечаток в очередной раз. Книжка называется «Стрим», сразу про рекламирую. Да, роман «Стрим». Совершенно замечательный роман, очень современный, мы немножечко потом про него поговорим или в процессе. Не помешает. Да это всегда не помешает. Когда выйдет-то? Выйдет в августе, да. Ну, хотели вот сейчас, но сейчас не успели, и в августе точно будет. Так вот, сидели вы вчера над версткой. И там есть сцена, которую я понял, что я просто взял ее, абсолютно украл из Кыси, там молодой человек, главный герой, ну, у меня, у меня зовут Алексей, в Кысе он Бенедикт, он приходит знакомиться к родителям невесты, и там некий семейный обед. Я понял, что это я абсолютно слезал просто один в один, просто имена поменял. Ну, там, что… А вот блины-то, конечно, со сметаной хорошо, со сметаной. А вот еще бы хвощей туда, но хвощей. А вот сверху метком. Кто метком поливает? Ну, как всегда. Кто ты метком? Да сама ты метком. Никто никогда не поливает блины метком, только сметаной, только… И вот так вот три страницы, спор про то, чем поливать блины, и это какой-то, опять же, ну, это вроде какой-то юмор идет, да, с одной стороны. С другой стороны, думаешь, ну, это же не про Наполеона, ты будешь думать с утра или вечером, да, не про миллионы народов, которые почему-то пошли с востока на запад убивать других людей, как там «Война мира». А вот чем поливать блины, это вопрос… Про блины и запеканку, да. Блины, да, блины, и блины, и сметана, это вот содержание нашей жизни, почему нет. Именно, ну, да, да, конечно. А тогда мы сейчас повернем немножечко в другую сторону вопроса. Вот вы, например, не назвали, скажем, ну, не знаю, мы уже об этом с вами говорили, когда готовились, бедных людей, как в каком-то смысле ваш стрим – это парафраз… Референ. Парафраз бедных людей. Не парафраз, просто референ. И причем, как я понимаю, тоже из нашего тогдашнего разговора, это понимают читатели, но это даже сам автор понял не сразу. Ну, никого не волнует, что понял, что не понял автор, да, не важно, как это выглядит, важно, не важно, что на самом деле важно, как это выглядит, а выглядит это так, как будто у меня… Все время путаюсь, перефраз или парафраз? Парафраз. Парафраз бедных людей, ну, серьезно, я написал половину, и это все читали знакомые, и мне одна знакомая женщина говорит, слушай, у тебя же бедные люди, достается, говорю, да, надо почитать. Почитал, ну, действительно, почему нет, пусть тоже будет, и потом я это обозначил, там, через героиню проговорил, ну, вот так, да. Ну, то есть, а вы в детстве не читали, в положенном возрасте не читали или читали? В каком положенном читать бедных людей? В школе не, не интересно было. Ну, в школе… В каком положенном, так испугался? Ну, это очень такое больное и нездоровое, не знаю, мальчик должен хотеть целоваться с девочкой, а не отдавать там и последние три рубля за начиную на еду. Ой, слушайте, ну это с вами такой мальчик, какая девочка, какая ситуация, может, три рубля будет важнее поцелуя, ну, странно как-то, то есть, не помочь, да, вот так вот. Нет, если бедные люди конкретно… Я прямо обиделась. Бедные люди смешные, я их когда читал, мне прямо понравилось, но это все очень тяжело написано, тяжело в плохом смысле, там надо прямо продираться, и даже вот это вот, она маленькая, читаешь, читаешь, но это очень тяжело невозможно. Хорошо, тогда откуда взялись эти мотивы у вас? Вот интересно же тогда вот что, то есть, книга не зацепила, прошла как-то мимо, в воздухе ли носится, что это такое? Ну, хотелось бы думать, что у меня герои возникли все-таки из жизни, а не из предыдущих книжек, хотелось бы в это самонадеянно так верить, из жизни. То есть, они такие макары девушкины, они есть всегда, что в середине 19 века, что потом… Ну, считается, что Гоголь открыл маленького человека, да, ну просто мне не очень понятно было всегда, что такое маленький человек, а кто такой большой человек тогда? Который утром не про сметану. Наполеон? Ну вот эти все Наполеоны, Гитлер, потом дальше, ну то есть, ну не знаю, я просто смотрю Наполеона в фотке, ну это такой абсолютный такой маленький сицилийский фюрер, да, ну то есть, ну совершенно неинтересный человек, ну он может много всего настроить. Да, то есть, все люди, мы все маленькие, потому что, ну, кто такие большие, ну я себя никогда не назову большим человеком, ну то есть, люди не маленькие, просто люди обычные. А если бы назвали большим писателем, приятно было бы? Ну, сейчас нет, потому что это было бы явно незаслуженно, ну там годам к 60, когда я чего-нибудь много всего хорошего понапишу, то да, я не против. То есть, слово «большой», так оно ничего, хорошо. Большой, русский, в смысле, вот про русский язык, вот это все, да, да, почему нет? Одно влияние – это бедные люди, другое влияние, несомненно, это, наверное, все-таки Зощенко, да, которого тоже называли. Нет, нет, Зощенко называли первым делом, но Зощенко просто нет. Смотрите, ведь тут интересно, что видит сам автор и что вычитывают читатели. Кстати, у нас был одно время постоянный спор с очень хорошим писателем, который постоянно бил по разным местам кулаком и кричал, они все не то читают. И я пыталась его убедить, что вообще это свобода воли. Вот человек, что хочет, то и читает. Он говорит, я не то написал. Да нет, конечно же, это кайф, когда ты написал вроде бы одно, а тебе пересказывают вот такое прочтение, потом второе, третье. У меня уже есть коллекция небольших прочтений, конечно, мне приятно. Про Зощенко я сейчас подумал, могу коротко сказать, если интересно. Зощенко я не люблю, мне не смешно, мне страшно, но как появился Зощенко? Был некий слом, да, социальный. Очередной, да. Да, ну такой крупный, да, и люди неграмотные и жившие в деревне, да, оказались в городе, где нужно быть грамотными, да. И вот, ну, примерно понятно, да, о чем идет речь. И от этого начал возникать вот этот язык. А Платонова тоже никогда не любили? Платонова, подождите, отдельно, отдельно. А как у меня, ну, просто тут не очень хорошо говорить, потому что про текст. Ну, то есть там тоже какой-то текст, вы же не видели, но какая-то попытка отразить… Ну, я видела, я свидетель. Современный язык мессенджеров, да, и соцсетей, ну, мессенджеров конкретно. Ну, то есть, видимо, у нас тоже сейчас произошел какой-то слом, когда люди никогда ничего не писавшие и мало читавшие, да, у них появились телефоны недорогие, где любой может открыть, скачать, нажать кнопку, зарегистрировать, ввести телефон и писать все, что хочешь. Наверное, параллель можно уследить Зощенко, да. В этом смысле, потому что у нас тоже происходит некий, как это сказать, ну, какой-то сдвиг, да, культурный происходит сейчас. А мне показалось, что там как раз больше не вот этого языка мессенджеров, а язык скорее такой, если можно сказать в кавычках, язык потока сознания современного человека. Это гораздо интереснее. Мессенджеры так было с ними, стилистика изменится, мессенджеры будут другие. А вот стилистика вот этого потока сознания современного человека и что туда входит, вот это для меня было там самым интересным. Поэтому я-то удивилась, что в вашем списке, например, Улиса не увидела. Ой, ну вот это, конечно, когда читатель слышит поток сознания, он так, да, 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 все, я пошел, можно, я не буду это читать, потому что это будет Улис, это невозможно, нет. Ну, поток сознания, ну, Улис все плохую со всеми с нами, блин, сделал штуку, написал этот кирпич совершенно невозможный, и теперь из-за него все пугаются слово поток сознания. Ага, а это один из самых влиятельных кирпичей 20 века и литературы вообще, вот как так получилось? Ну, кто его читал? У кого дома висит оригинал черного? Вы будете большим писателем, учредите орден. Черного. Почитал Улиса до конца. У кого над кроватью висит черный квадрат? У кого дома яйца фаберже? Ну, эти вещи все повлияли. У кого деньги есть, у того и фаберже? Эти все вещи повлияли, но это опять же, это не блины со сметаной. То есть вы видите принципиальную разницу? Я поток сознания, почему я готов поспорить, потому что просто есть такое понятие, герой-рассказчик, да, герой сам действует и сам же про это тут же рассказывает своими словами. Я бы не называл это потоком сознания, это просто рассказ одного из героев. Их много героев, они все рассказывают разные истории сами о себе, как вот только что они поступили. А поток сознания это отдельная вещь, которую, ну, я бы не хотел с ней ассоциироваться, мне прямо вот неуютно. Ну, знаете, опять же… Опять же, я говорю неуютно, но я назвал стрим… Иван, прочитала, имею право. Стрим, да? Да. Стрим. Да. Стрим это же поток. Да, поток. Поток чего, да? Так что вот в подсознании-то что у нас было, вот оно. Мои авторские хотелки, на самом деле, мало что значит, да, но ничего не значит. А когда вы сказали языки, вот я назвала фамилию Платонов, вот мне кажется, слом-то как раз Платонов больше знаменует, чем Зощенко, нет? Платонов, конечно, гораздо круче Зощенко. Да, да, Зощенко был просто такой мрачный сатирик, а Платонов видел что-то… Ну, вот. Платонов, да, потому что у Зощенко можно поднапрячь увидеть смешное и только смешное, больше ничего. А у Платонов всякие глубины, конечно, да, языковые и психические. Платонов тоже страшный. Вот это все, я прямо, я вот это все боюсь, мне там страшно. Не, ну там правда страшно, хотя ему-то было не страшно, он-то считал, что таким образом новый мир рождается. Ему в этом смысле еще как землемеру, да, он же человек еще был, который вот землю мерил по своей первой специальности, такая интересная, очень интересное сочетание. А он, видимо, считал, что это вот то, из чего появляется новый мир. В конце концов, в стриме же тоже какой-то новый мир появляется. Странненький такой, ну, да. Ну, хотелось бы, да, чтобы у меня тоже появлялся новый мир. Ну, просто всегда пытаешься представить себя на месте, да, ну вот Платонов, вот произошло такое, какое-то страшное большое событие. В то же время много, ну, революция, да, много надежд на будущее, есть нечего, что делать, непонятно, какая-то разруха, да, и в то же время впереди какое-то большое будущее. И вот, ну, мне страшно было, я бы не смог там сориентироваться как-то, а эти люди, ну, и не просто жили, а и писали, и такие, ну, это большие очень люди были. Сейчас сложно себя на их месте представить. И не очень хочется. Абсолютно, да, у нас тут маску попросили, надеюсь, уже, драма, да, ну, то есть мы вот такого уровня у нас катаклизмы. Ну, наверное, хорошо, что не война и не революция, а вот так мы сейчас живем. Я просила вспомнить какую-то необычную книжку, потому что, ну, здесь все понятно, и вы вдруг вспомнили Сакса, Оливера Сакса. Оливер Сакса очень любил и люблю, да. Не перечитывал, правда, давно? Ну, так вот любил, люблю и замолчал, главное. Ну, рассказывайте, почему? Книжка-то занятная и того стоит. Я могу рассказать, но я хочу, чтобы вы... Ну, Сакса я... Ну, самая известная книжка, которая первая приходит на ум, да, всем, это какая? Человек, который принял жену за шляпу, да. Жену за шляпу, конечно. Да. Ну, у меня любимая история из Сакса, она не такая заковыристая, как остальные, но он был невролог, да, он исследовал, описывал сложные случаи неврологические. То есть не психиатрия, да, то есть когда рассудок, в общем, сохранен, а человек все равно себя странно ведет, потому что у него именно неврология нарушена, да, то есть восприятие. Мой любимый случай, он называется, по-моему, заблудившийся мореход, и он, в общем, тривиальный, то есть это выглядит, как просто потеря памяти, но это не потеря памяти. Там, в общем, мужик 50-летний, он помнил какие-то вот полторы минуты. Ну, то есть вот постоянное вот текущее его время оперативное. Помните, был американский фильм-то какой-то, который на этом феномене был основан? Не помню. Там как раз и была эта история, он помнил последний, и, по-моему, он на себе там чуть ли не татуировки делал, вот чтобы вспоминать то, что было. Вот это не помню, я сейчас вспомнил. Какой? Надо пересмотреть, да, спасибо. И сейчас еще сразу вспомнил, что этот... Ну, в казино они когда едут, как фильм называется? Человек дождя. Да, Человек дождя, конечно. Это же тоже по рассказу, ну, по истории, по кейсу, да? Так, ну, короче, этот мужик помнил полторы минуты, и он, соответственно, постоянно менял, постоянно он вынужден был придумывать себе новую личность. Вот полторы минуты он не знает, кто он. То есть он здоровый, пышущий, не старый мужчина, да? Шикарный художественный прием, правда? У него все, он как-то вот в этом моменте, он абсолютно адекватен, да, он реагирует, он все абсолютно... Ну, вот у него вот это что-то пересекнуло, он помнит полторы минуты. И вот мы говорили там про каких-то великих людей, да, там Толстой, Чехов, вот личность огромная, личность 90 лет, столько все, да. Вот маленькое нарушение мозгу, и все, вот нет никого Толстого, есть полторы минуты человека. А дальше он не помнит, кто он, и он придумывает себе новую личность, новую биографию, и все это на полторы минуты, и это очень страшно, и это есть, и это вызывает серьезный вопрос вообще, кто мы такие, как мы существуем, есть ли мы вообще, что такое мы, что такое не мы, где мы начинаем, где мы кончаемся. Это вопросы, которые, кстати, наряду с бринами, со сметаной, вот, ну, мне кажется, тоже составляют содержание нашей жизни с утра, и этим Сакс круто и интересен. Ну, он как врач, ему было не страшно это смотреть, а нам, как читателям, конечно, страшно, но поучительно. Ну, книга захватывающая не менее тем, чем многие художественные романы, потому что там истории, во-первых, мы понимаем, нет, во-вторых, мы понимаем, что они настоящие, что это не выдумка, да. Это не Стивен Кинг, а это реально, да. Ну, понятно, что Стивен Кинг потом заимствует, что Паланик, что Кинг, что все они остальные, да, 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 они заимствуют, и хорошо, что заимствуют, с другой стороны, вот эта западная традиция, вот такое вот, я даже не знаю, как это назвать, это же не нон-фикшн, это вот Ялом, например, знаменитый, но он был психотерапевт, он был психолог и психотерапевт, да, это не психиатрия, это другое. А здесь, здесь вот, как вы сказали, кейс таких историй, то есть там вообще сидят, наверное, не знаю, 20 романов, то есть каждую историю можно в такой роман раскрутить. Ну, вот Стивен Кинг этим занимался, да, ну а что саксу, у него других, он, собственно, людей лечил, да, и при том у него есть и светлые очень вещи, я не помню, как называется, это книжка «Пробуждение», по-моему, она по-русски называется, во множественном числе, там вкратце про то, что была эпидемия, в 60-х, по-моему, в Америке была эпидемия какой-то, каких-то, какого-то вируса, который на пожилых, вот опять же, да, как все повторяется, но он, сейчас у нас, но на пожилых людей этот вирус действовал так, что они впадали в такой литургический сон, и он научился их оживлять, то есть им по 70 лет, они все по 2 года сидят уже в креслах, они ни на что не откликаются, и он им вводил просто какие-то большие дозы, как это называется, у него в книжке называется «Леводопа», но я не знаю, что это на самом деле, по-моему, это просто вот этот самый какой распространенный у нас этот нейромедиатор-то, дофамин, по-моему, да, короче, конскую дозу, и бабушка оживает, и идет, и ей даже там хочется каких-то, каких-то отношений с дедушками, радости, радости, ну, то есть это тоже грустно, но это какой-то свет, да, что вот даже при серьезных расстройствах все равно может случиться чудо, и человек может встать и пойти, это все к тому, что Сакс именно крут, что у него это не выдумка, а покруче любой выдумки, вот. Опять же, есть голливудские фильмы с этим практически сюжетом, они паслись, там мало не покажется, а вот у меня любимая цитата из Сакса, я даже его записала, «Потеряв ногу или глаз, человек знает об этом, потеряв личность, знать об этом невозможно, поскольку некому осознать потерю». Да, да, да. Это такая литературная тема, самое, что не на... и кроме всего прочего, она хорошо написана, мы бы не читали эту книгу, если бы она была написана дурно, он хороший писатель, как и Ялов. Ну, не знаю, я в переводе читал. Ну, если это по-русски нормально звучит, я думаю, что это и в переводе, и в оригинале так же, нет? Нет таких? Ну, не знаю, я по-английски не читаю, к сожалению, поэтому не могу оценить. Ну, переводят, ну, перевод читать точно приятно, да. А что кроме Толстой, вот, вы бы назвали, если так подумать? Ну, вы от Милли Джойса, понятно. Джойс нам не подходит, ладно, фиг с ним. Вы от Милли, кого? Ну, Зощенко, понятно, хотя, ну, люди нашли ассоциации. Ну, всё-таки Достоевского вы не от Милли. А что ещё, как... Ну, вот вы сейчас уже, когда вы отчитываете верстку, да, вы вот смотрите, вы какие-то влияния подсознательные, может быть, даже ловите? То есть это я к тому, чтобы построить ещё какой-то ряд, может быть, не таких любимых, но влиятельных для вас книг? Или что, может быть, хочется, вот на какую тему хочется попробовать в будущем? Потому что стилистика интересная, но не только же на этой стилистике дальше существовать, как писателю. А это сейчас что дальше я хочу делать? Ну, нет, во-первых, первый вопрос, это про влияние на стрим, это первый. А второй, что дальше? Про влияние, ну, Толстая, да. А Достоевского не отвертитесь? Не отверчусь. Ну, так с Достоевским-то там и прямо, как это называется, полемика идёт. Ну, какая, кто такой, что полемику устраивает? Ну, да, там героиня, одна из героинь моих, которая такой мой агент, такая противная, противная очень девушка, ну, такая абсолютно, как я, только девушка, и от этого ещё более противная. Она постоянно, у неё любимый Достоевский, она постоянно про него рассуждается, всё проговорено. Да я не знаю, какие влияния, ну, со всего, ну, вот вы говорите, формируют, да, но с миру, по нитке, потихоньку, да. А на будущее? Вы хотите менять стилистику? На будущее. Я знаю, что интересно, но, понимаете, это очень современный язык, вот язык, которым написан стрим, очень современный, действительно, это так. Это вот то, что мы, там, критики, такие продвинутые читатели, очень ищем, хотим современного языка. С другой стороны, понятно же, что так всегда писать, но это тоже скучно, это неинтересно. Ну, я бы не сказал, что это скучно, просто пойди попробуй, чтобы получилось каждый раз действительно новое и современное, это очень сложно. Так, сейчас у меня была мысль. Ловим ее быстро, ловим мысль. По поводу, что дальше, да? Ну, дальше хочется тоже современный, тоже новый, но какой-то другой. Ну, про планы говорить не буду, потому что, во-первых, они здесь никому не интересны, потому что вы меня видите первый раз, и книжку еще не читали. Вот, встретимся. Вижу, первый раз, первый раз увидели, понравился, ну и вперед, и дальше будет. Встретимся осенью, выйдет книжка, вы ее начнете читать, сразу же придете ко мне навстречу, когда начнете читать, да, с любого места, опять же, как я говорю. И потом будем говорить, ну, хочется, ну, если нет, серьезно, если, мне кажется, новизны хочется, когда устаешь сам от себя, от какой-то постоянной вот этой мысли, мысли какой-то, да, вот, крутилки в голове, да, как ее назвать. Просто мне надоело, вот, как бы быть собой, да, то есть писать своим, ну, то есть открываешь мессенджер каждый день, как мы живем, как у нас работа устроена, да, ну, те, кто не в шахтах уголь кидает, да, у нас работа. Мы с ним за компьютером пишем что-то там в каких-то мессенджерах, да, это все устало, захотелось как-то иначе, вот, побыть кем-то другим, появились эти герои, сейчас опять я все, опять от себя, от этого устаю, и сейчас я пытаюсь слышать какие-то другие голоса, чтобы опять каким-то другим быть. Но если про планы, то вот это у меня смешная книжка, а та, следующая, если будет, она будет больше такая грустная, задумчивая, такая лирическая, такая, я там буду такой король драмы. Ну, а может, ничего не получится и будет это опять смешное, не знаю. И напоследок тоже никогда не прошу готовиться сознательно, хотя, может быть, это и подлядь. А что, уже напоследок, да? Подлядь, да, да, время-то, сколько у нас времени? Четыре минуты у нас осталось? Шесть минут у нас осталось? Шесть минут у нас осталось. Так вот, время, когда хороший разговор, вы им быстро летите. Напоследок всегда прошу какое-нибудь, вот, что помните наизусть стихотворного? Помните что-нибудь? О-о-о-о, нет. Совсем? С 14 до 16 я любил и помнил много Маяковского. Потом я, естественно, с 16 до 20, как все, плотно сидел на Бродском. Потом меня потрясла книжка, я прочитал Юрий Коробчевский. Был такой, ну, классический советский инженер с гуманитарной тоской. Он написал страшную и сложную тонкую книжку, очень умную, «Воскресение» Маяковского, где он разбирает, в ком вот этот вот советский колосс воскрес. Да, там, Евтушенко, Рождественский, Воскресение, это все, конечно, это все бледные копии. Бродский, в Бродском воскрес, абсолютно Маяковский. Это неожиданно, это профессионально страшно. Я в это поверил. И после этого тоже как-то вот у меня отбило все к стихам. Вы до сих пор верите? Да, да, да. Король драмы, который любил играть с языком. Вот это все тоже очень мое. И то, что Маяковский, что Бродский, да. Вот поэзию, то есть поэзию не назвали сознательно, потому что не это? Ну, нет, вот как-то, когда в столбик, я не очень. Я люблю, когда строчку написано, да. Я теперь знаю, как вас представлять, напоследок сейчас скажу, и это будет такое будущее представление. Надеюсь, что мы продолжим, мне кажется, мы как-то интересно говорим. Иван Шепнягов, писатель, которого можно читать с любого места. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам.